Калинка моя Приятно И мы хотим работать в полную силу Как говорится И заставить И полюбить Нас еще Еще раз В эти гастроли Мы готовим репертуар Безусловно то, что мы Уже публика знает Безусловно и что-то новое В основном конечно солисты И хор уже Чуть-чуть надо доработать Еще время есть Но безусловно Очень сильно пострадал балет Балет осталось На тот момент На момент трагедии Четыре человека В основном четверо мужчин И безусловно Набирали До сих пор еще не добрали По-моему девочек Балет Мужчин набрали А девочек еще будут набирать Ну я вам скажу Что Была создана комиссия Из ведущих Творческих Коллективов Руководителей Они И на конкурсной основе Безусловно Там Самых талантливых Самых таких Молодых естественно Ребят Там возрастной Ценность была До 45 лет И в основном Это достаточно опытные Певцы были Хотя и молодые Их обеспечили Жильем Потому что В основном Эти певцы Были из регионов И Безусловно Вот Самая главная задача Еще кроме того Их обеспечить Жильем Они сейчас Получили От Министерства Обороны Квартиры И сейчас Обустраиваются У меня Достаточно Большая Семья Четверо детей И скажу Что они все Достаточно Маленькие И у меня Я не знаю Жена Вот у нас Родился Мальчик Ему сейчас 9 месяцев И меня Жена Очень просила Чтобы я В эту поездку Не полетел Потому что Она очень устала И Дело в том Что Маленький малыш Он грудничок Другой сына Александра Ему 5 лет Ему В детский сад Он ходит А дочке 10 лет Она в школу И всех это надо Собрать Отвезти И с малышом Он спит И Она Меня очень просила В эту поездку Не поехать А я собирался Я уже у ребят Которые Летали в Сирию Там Не все Летали А тогда Человек 10 летало Дважды летали В Сирию Я у них Спрашивал Что туда брать Бытовые Какие-то вещи Ну и вот Жена все-таки Настояла Ничего такого Трагического Не предвещало Словно Мы были Я был В горячих точках Вот и Чечне Было и в Чечне И в Югославии И достаточно Там была Напряженная Обстановка В Сирии Не так Как вот Допустим В Чечне Или в Югославии Ну вот Видать Так Нужно было Распорядиться Судьбе Ну как Жизнь У нас такая У артистов Если не путешествовать Ты будешь Сидеть дома И не выступать Ну Есть Был Безусловно Какой-то Такой страх Особенно Когда мы Опять Полетели 23 февраля В ночь В Сочи В этот же город Где произошла Трагедия Вот Ну у нас Министерство обороны Обеспечило Коллектив Психологами И Они Я вам скажу Что Очень хорошо Выполняют Свою работу Ты Я думаю Ну еще есть Такое понятие Немножечко Выпить водочки Вам могу сказать А Ну Куда Одеваться Надо Работать И Миры летают На самолетах И Кто знает Вот Я сажусь За руль Машины Неизвестно Я-то За себя Как говорится В ответе И За рулем Не лихачу Не езжу Там Не превышаю Скорость А Есть разные Люди Все Никто не знает Отчего Человек Погибнет Или умрет Я просто Позитивно Настроен В этой Жизни И Ну Единственное Конечно Очень мне больно И Одиноко В плане Того Что У меня Появился Вакуум Вакуум В друзьях Я Одним Мгновением Можно сказать Лишился Друзей Мы Мы Очень Часто После Работы Шли В кафе На Старом Арбате И Сидели Суждали Все наши Предстоящие Гастроли У кого Какая В семье Проблемы Кому Кому Надо Помочь Финансово Помочь Это Ансамбль Это Большая Семья И Если У Кого То Какие То Проблемы Со Здоровьем Это Решается Вот И Решается На Были Проблемы Какие Здоровьем Меня Самые Лучшие Госпитали Положили Где Меня За Две Недели Поставили На Ноги И Я Оттуда Вылетел Как Птенчик Вот Что Такое Ансамбль Александров Каждый Друг За Друга Если Что То Какие Проблемы Поможет Обязательно У У На Третьем Этаже Целая Галерея Фотографии Наших Коллег Друзей Которые В нашем Классе Сольном Классе Пять Птиолистов И наш Концертмейстер Владимир Бродский Мы сделали Такой Небольшой Мемориал Свечка Всегда Горит И Кроме Этого В основном В основном Похоронены Мои коллеги На Кладбище Федеральном Военном Кладбище В перспективе Там будет Стелла Такой Памятник И на этом памятнике Будут имена Всех погибших Вот Уже люди туда ездят Приносят цветы И поминают Я езжу В церковь Ставлю свечку Пишу Все имена Которые Мои Друзья Да Во время Концерта Будет Исполняться Песня Журавли И На экране Будут Фотографии Всех Тех Погибших 64 Человека Которые Погибли Это Очень Тяжело Я Не могу Это Смотреть Джесси Человека Ноговим Ромалим Самая Субтитры создавал DimaTorzok